всем привет я немного увлеклась кофе с молоком обожаю и всем привет меня зовут людмила и добро пожаловать на мой канал это мое второе по счету видео второе в этом видео мы продолжим строить лекала если вы не смотрели первую часть то пожалуйста переходите и посмотрите это очень важно сегодня мы займемся построением лекала лосин и да это будет основой и в дальнейшем мы с помощью этих лекал будем строить более сложные модели и так первое нам понадобится лосины либо если нет у вас лосин возьмите джинсы скини обычные обтягивающие я люблю лично высокую посадку поэтому я буду делать лекала с лосинами вы с высокой посадкой вот такие у меня лосины есть такие это видео будет достаточно коротким потому что принципе ничего сложного тут нету все легко по крайней мере не так сложно как кажется и я думаю мы можем уже приступить к делу сложенные пополам лосины укладываем на край кальки и обведем карандашом все шои так как мне показалось что носик задней части лосин короткий я удлиню его на полтора сантиметра вы можете этого не делать если у вас все в порядке и дальше добавляем по одному сантиметру на швы не забудьте зачеркнуть ненужные линии на низочек лосин добавляем два сантиметра на подгиб наша задняя часть лосин готова таких деталей нужно будет две приступим к передней части переверните лосины на переднюю часть и сложите на кальку обведите все швы передней части затем уберите лосины и добавьте вокруг по одному сантиметру на швы на низ передней части лосин также добавляем два сантиметра на подгиб и ура наша передняя часть тоже готова все это вырезаем укладываем переднюю часть на заднюю и проверяем у меня немного не сошлись низочки на один сантиметр где-то поэтому оснорови уберем в сторонку наши детали и приступим к поясу сложим пополам кальку теперь нам нужно выяснить обхват талии измеряем у нас 33 сантиметра плюс один сантиметр добавляем на шов итого 34 сантиметра на сложенной кальке отмечаем 34 сантиметра по горизонтали от сгиба ставим отметочку наш пояс в готовом виде шириной будет 4 сантиметра плюс один сантиметр на шов итого ставим вертикальную отметку 10 сантиметров с одной стороны и с другой соединяем отметки линейкой и вырезаем такая деталь нам нужна одна со сгибом складываем пояс пополам по горизонтали а потом по вертикали отмечаем один сантиметр со стороны открытых концов пояса и проведем линию так как я показываю отрезаем это будет задним швом наш пояс не забудьте отметить пунктирной линией один сантиметр который мы оставили на шов раскрываем деталь и вот такой угол у нас должен получиться по итогу дальше продолжаем отмечать пунктирной линией один сантиметр который мы оставили на швы и вуаля наши лекала готовы ура поздравляю нас ура ура с лекалами мы закончили основы наши готовы ну вот и все для этого канала я подготовила очень много полезной информации так что следите за обновлениями и мы будем шить не только одежду но и сумки и рюкзаки и на этом все всем пока пока увидимся в следующих видео